В Белореченске освящен храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Торжество возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Подробнее о том, как совершалось это важное для горожан событие, расскажут наши коллеги. В одно из воскресений декабря прихожане Свято-Покровского храма Белореченска рано утром встречали своего архипастыря, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Владыка прибыл для того, чтобы восклавить чин освящения Покровской церкви. Для совершения такого важного события в жизни прихода в храме всё было приготовлено заранее. У царских врат стояла дарохранительница и прочая церковная утварь. То, что затем по освящении будет находиться на престоле. Действо началось, как и положено, с освящения престола в алтаре храма. Нет нужды говорить о том, что освящение или по-церковно-славянски обновление храма – чин весьма значимый. Он приравнивается к таинству крещения человека. Как и в крещении человеку даётся благодать Святого Духа, посылается ангел-хранитель и крещаемый становится членом Церкви Христовой, так и стены храма из простого здания становятся Домом Божьим. Святопокровский храм города Белореченска имеет свою историю. Прежде чем стать городским, храм был сначала походно-войсковым, затем станичным. Станица Белореченская была основана в 1862 году. Её жители поначалу молились в походной церкви. После, в 1868 году, была построена деревянная церковь. Какова была её судьба в советские годы, до сих пор неизвестно. Нынешнее здание Белореченского Покровского храма расположилось в стенах бывшего синематографа. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, некоторое время назад храм был полностью реконструирован и увенчан золотым куполом. А ныне состоялось и обновление церкви. Для истории прихода это событие – весьма значимая веха. На торжество собралось много народа Божьего. В продолжении чина освящения весь клер и прихожане совершили крестный ход. В старину такие ходы нередко совершались из одного в другой соседний приход, например, за святыми мощами для основания престола. Сегодня частицы мощей просто обносят вокруг храма. После освящения владыка-метрополит возглавил в Покровском храме божественную литургию. В ходе богослужения его высокопреосвященство удостоил духовенства храма наград. Настоятель Покровского храма, благочинный Белореченского церковного округа, протоиерей Виталий Осипов, был награжден медалью святой великомученицы Екатерины I степени. Два штатных священника прихода удостоились правом ношения набедренника. Аксиос! 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 Продолжение следует...